Всем привет, любители ароматного табака! Сегодня у нас будет очередная история про книгу из серии «Биография Московского дома». Сегодня мы поговорим о доме... Раньше адрес назывался улица Чехова, вернее, дом 6. Сейчас это Малая Дмитровка, дом 6. Это адрес, в котором располагается театр Ленинского комсомола и Ленком. Вот так вот выглядит дом. Вот, значит, дом выстроен в стиле модерн, с отсылами к классицизму. Значит, архитектор дома, архитектор Иванов Шуц. Вот, первоначально в доме располагался купический клуб, который долгое время был основан еще при Екатерине II. Долгое время арендовал всевозможные дома неподалеку от этого адреса. Вот, и наконец, в 1907 году собранием купеческим было принято решение о постройке собственного дома. Был объявлен конкурс, значит, победителем конкурса был объявлен Иванов Шуц. Значит, и указанному архитектору было разрешено построить дом, что он с успехом, в общем-то, сделал. И в 1909 году у нас группу проживали. Итак, мы остановимся на том, что архитектор Иванов Шуц выиграл подряд. В 1909 году построил здание, и купеческий клуб, который до этого кочевал по арендованным домам рядом с этим зданием, занял, наконец, свой собственный дом. Значит, ну, соответственно, купеческий клуб в этом доме просуществовал недолго, до 1918 года. Вот, впоследствии здания было заброшено, и его заняли анархисты, которые основали в этом здании дом анархии. В этом контексте дом даже описывается у Алексея Толстого в его романе «Хождение по мукам». То есть там главный герой приезжает в Москву и попадает в этот дом анархии. Вот, впоследствии, значит, когда началась борьба со всеми всевозможными анархическими ячейками, этот дом, в общем-то, даже штурмовали, и анархисты пытались его бронять, и пришлось даже большевикам подогнать броневик и несколько выстрелов по дому произвести. Но, в общем-то, дом не очень сильно пострадал, и после этих выстрелов, в общем-то, защитники сдались. Вот, ну, интерьеры, безусловно, были разграблены. Вот, и дом был передан для нужд университета имени Свердлова, в котором он также просуществовал не очень долго, ну, там, в районе пяти или шести лет, так как, в общем-то, здание было не приспособлено для этих нужд, комнаты были неудобны, требовались глобальной перестановки, вот. Но, впоследствии, при университете был открыт, так как купеческий клуб располагал там небольшой сценой, был открыт кинотеатр, который впоследствии стал там самым, одним из самых популярных в Москве. Вот, также определенное время кинотеатр в этом здании находился. Ну, впоследствии кинотеатр был, ой, вернее, купеческий клуб был передан театру рабочей молодежи. Значит, что из себя представил театр рабочей молодежи? Это, по сути, самодеятельность, в которой актеры играли после работы. То есть, токарь, там, отработав 8 часов за станком, приходил в театр рабочей молодежи и играл, соответственно, в спектакле. Идея была новаторской, но также она прочитала недолго, там, по-моему, 2 или 3 лет. Ну, и впоследствии театр, здание было передано уже театру Линкому, в котором он в настоящее время и располагается. Но очень интересная судьба у зданий, в принципе, не очень старое здание, всего лишь, там, 1909 года постройки. И за короткий период времени, там, в районе 10-15 лет, столько сменилось собственников. И при этом здание, как бы, по большому счету, не пострадало. Интересно, спасибо вам за внимание, спасибо, что вы слушали мое мнение до конца. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok